Полицейские Свердловской области разбираются в обстоятельствах необычной аварии. Мэр небольшого города Верхотурье сбил подростка на пешеходной зебре, а после заявил, что мальчик виноват сам. Якобы это он врезался в его шикарный внедорожник, а не наоборот. Ситуацию прояснила съемка с камеры наблюдения. Так что же произошло на самом деле, узнал Иван Литомин. Глава небольшого города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов, похоже, знал о каждом перемещении нашей съемочной группы. Мы приехали к мэру, чтобы узнать подробности скандального ДТП с его участием. По информации СМИ, Лиханов на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика, а после скрылся с места аварии. Это не я сбил мальчика, это мальчик чуть не сбил меня. Ну, по большому счету. Кто кого сбил, хорошо видно на этих кадрах с камеры наружного наблюдения. Черный внедорожник мэра пересекает пешеходную зебру. На дороге появляется школьник. Он буквально врезается в левое крыло автомобиля. От удара мальчик падает и тут же поднимается. Высокопоставленный водитель выходит из машины. На оценку ситуации мэру, как бывшему полковнику в СИН, хватает полминуты. Он, видимо, так торопился по делам городской важности, что быстро запрыгнул обратно в машину и уже на ходу закрыл дверь внедорожника. Я спрашиваю его, у тебя все нормально? Одновременно он говорит, дядька, я сам виноват, я сам виноват. Вот он несколько раз повторил, что он сам виноват. Я говорю, еще раз, у тебя все нормально? Ну, чтобы не загораживать пешеходный переход, все равно машину надо было убирать. Дети ушли, ничего не жалуются. Интерес к здоровью ребенка проявили родители. Они отвезли сына в отделение скорой помощи. Врачи диагностировали у мальчика ушиб голени и сообщили о случившемся в полицию. При просмотре видеозаписи был установлен водитель. Кроме того, мальчик сразу же при отобрании у него объяснения сообщил, кто совершил наезд. Поэтому, как бы, все было сразу установлено. Предполагаемого виновника происшествия, главу города Алексея Лиханова, тоже вызвали в ГИБДД. Родители пострадавшего мальчика заявления писать не стали. Но претензии к мэру все же озвучили. Ну, вот единственное, конечно, у меня... То, что оставил ребенка, не показал сам врачу. Что вы вообще вот на тот момент подумали, когда вот первая новость вам? Ну, как что? Конечно же, за ребенка ты переживала. Что с ним? Как он? Страшно. Ну, а как не страшно-то? Наверное, должен был повести себя несколько по-другому. И ребенка все-таки забрать и свозить в больницу. Пусть даже принудительно. Потому что... Ну, неординарный случай. У меня в жизни такое впервые. Говорить о ДТП на центральной площади мэру некомфортно. В Верхотурье город небольшой. Лиханов фигура известная. Долгое время он возглавлял местную колонию. Дослужился до звания полковника. После пересел в депутатское кресло и вскоре возглавил город. Съемочным процессом с участием чиновника интересовался каждый второй водитель. Местные автовладельцы признаются, в городе и дорог-то немного. А ДТП с мэром – настоящая информационная бомба. Дорожные проблемы – главная болевая точка Верхотурья. Самый яркий пример ненадлежащего содержания дорог Верхотурье – это улица Пролетарская. Классический конфликт между администрацией и подрядчиком. Скорее всего, из-за денег, а точнее из-за их количества. Как результат – огромный обвал грунта. А вместо ремонта администрация попросту перекрыла дорогу бетонными блоками. Мэр Лиханов верхотурские ухабы преодолевает легко. На работу ездит на внедорожнике. Шикарный ленд-крузер с красивыми тройками стоит возле городской администрации и достойно смотрится в декларации о доходах. Также в документе сумма годового дохода – чуть больше двух миллионов и несколько земельных участков. Отдельная гордость – место работы Лиханова. Администрация расположена в Кремле. Здания и кабинеты – настоящий памятник архитектуры 17 века. Не памятник архитектуры, конечно, но тоже довольно известное в верхотурье строение – дом Алексея Лиханова. Общей площадью около 170 квадратных метров, из красного кирпича, с отдельным гаражом. Он тоже числится в декларации о доходах главы администрации города. С руководителями верхотурью в последнее время не везет. В 2010-м к 9 годам лишения свободы за взятку приговорили тогдашнего мэра Александра Пивоварова. Позже один год условно за злоупотребление должностными полномочиями получил Сергей Лобусов. Затем с должности сняли Сергея Фахрисламова за неисполнение судебных решений. В 2017-м поста лишился Василий Сизиков. Не подготовил город к отопительному сезону. Нынешний мэр Алексей Лиханов в верхотурском Кремле сидит уже чуть больше года. И вот тоже попал в некрасивую историю. Полиция проводит проверку сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Чем она закончится, станет известно в течение месяца. Алексей Лиханов, скорее всего, узнает о результатах первым. Он очень гордится своей крепкой дружбой с руководством местной ГИБДД. Иван Литомин, Сергей Евдокимов, Андрей Семенов и Константин Птушкин. Вести. Дежурная часть. Верхотурье. Свердловская область.